Коллеги, добрый день. Давайте для начала проверим, все ли нас слышат и видят. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат. Отлично. Реакция есть. Контакт налажен. Если вдруг у кого-то нет звука или видео, пожалуйста, повторно зайдите на площадку вебинара. Ну, а мы начинаем. Сегодня мы поговорим об автоматизации управления транспортной логистикой, подготовкой и результатов. Ведущей сегодняшнего мероприятия будет Александр Бахитов, руководитель проекта в транспортной логистике. Добрый день, коллеги. И я, Светлана Бужилова, менеджер по работе с клиентами. Так, секунду. Наше мероприятие займет примерно час-полтора. Для начала я расскажу о технологиях внедрения, которые мы используем. Далее Александр более углубленно расскажет вам о том, из чего состоит каждый этап, какие результаты получит заказчик после внедрения системы Axelot MS и приведем примеры нескольких проектов. И в конце вебинара мы обязательно ответим на все ваши вопросы. Существует несколько технологий внедрения, проектная технология и технология быстрого старта. Сегодня мы более подробно поговорим о проектной технологии или, как еще и называют, водопадной технологии. Но, тем не менее, технология быстрого старта тоже пользуется спросом у ряда заказчиков. Для того, чтобы определить, по какой технологии мы будем выполнять проект, нам необходимо выделить несколько критериев. Например, какие изначально требования заказчик предъявляет к системе? Нужна ли подготовка проектной документации? Какое количество заявок на перевозку? Количество используемых транспортных средств? Какие схемы взаимодействия с перевозчиками? Потребуются ли доработки системы в проекте? И многое другое. От всех этих критериев зависит та или иная технология внедрения. Поэтому, получив вводную информацию о вашем транспортном подразделении и его процессах, мы совместно с заказчиком принимаем решение, по какой технологии будем выполнять проект. Всем наверняка известно, что проектная технология состоит из четырех этапов. На первом этапе мы собираем у заказчика всю необходимую информацию о процессах транспортного подразделения, обсуждаем, как должно быть в системе, пишем и согласовываем проектную документацию в виде концептуального и технического дизайна. На втором этапе мы настраиваем макет системы в соответствии с ранее согласованным концептуальным дизайном, настраиваем интеграцию, пишем рабочие инструкции пользователей. На третьем этапе мы проводим обучение пользователей в работе в системе, проводим их аттестацию и по итогам аттестации совместно с заказчиком мы принимаем решение о дате запуска системы в промышленную эксплуатацию и плавно переходим в четвертый этап. На данном этапе наш консультант в течение двух недель находится вместе с заказчиком на объекте, оказывает помощь и поддержку на запуске, а если требуется подключение тяжелой артиллерии в виде архитекторов и разработчиков, то они также находятся с вами только в удаленном режиме. Проект внедрения любой системы подразумевает вовлеченность не только исполнителя, но и заказчика, поэтому до старта проекта очень важно выделить роли. Необходимо, чтобы каждая роль выполнялась в соответствии с ее функционалом, чтобы избежать риски проекта. Например, руководитель проекта не может быть назначен сотруднику, который обладает недостаточными полномочиями внутри компании, или лицу, которое не располагает для этого достаточным временем. Поэтому выделяются несколько ролей. Роль куратора проекта – это стратегическое управление проектом. Куратор утверждает ключевые решения по проекту, которые могут быть связаны с изменением состава работ или ресурсами. Роль руководителя проекта – это организация и управление командой. Руководитель проекта контролирует качество работ, обеспечивает выполнение сроков согласно план-графику и бюджета проекта. Консультант и ведущие консультанты собирают все требования к системе и производят ее настройку совместно с нашими архитекторами и разработчиками. Также обучают пользователя работе в системе и оказывают поддержку на запуске. Архитекторы и программисты принимают участие в разработке, тестировании системы, занимаются разработкой интеграции. Что касается ключевых сотрудников заказчика, которые обладают знаниями о процессе, они участвуют с первого этапа до последнего в проектировании системы, на этапе сбора информации о процессах, выработке решений по их автоматизации, а также принимают участие в тестировании, внедрении системы и в обучении. Ну и, конечно, администратор системы – ключевое тоже лицо со стороны заказчика. Кстати говоря, об администраторе системы очень важно отметить данную роль. Такой сотрудник будет не только выполнять административную функцию при поддержке системы, но и вообще являться первой линией поддержки для всех пользователей системы. Не совсем правильно ставить администратором руководителя подразделения или ведущего специалиста. Сотрудник с ролью администратора ТМС на проекте рекомендуется к привлечению уже начиная с первого этапа. Проектирование системы – один из важных этапов проекта, так как именно на основании проведенной работы как исполнителя проекта, так и его заказчика. Будет зависеть, как построить методологию работы в системе, регламентация правил обработки данных, ну и, конечно, будет определена концепция определения отклонений и способов их обработки. В ходе подготовки заказчику важно подготовить своих сотрудников к старту проекта. Для повышения эффективности выполняемого проекта мы всегда рекомендуем провести следующие работы внутри компании. Во-первых, это повести смежные подразделения в старте проекта автоматизации. Это может быть как и бухгалтерия, так и транспортные отдельные подразделения, ну и, соответственно, прочие филиалы компании. Второе, это мотивировать сотрудников на выполнение поставленных задач. Устав проекта, формируемый руководителем проекта со стороны Axelot, он является основным документом, регламентирующим работу команды проекта и других участников такого проекта на всем его протяжении. Устав проекта — это документ, в котором зафиксированы согласованные представления сторон, вообще относительно и предметной области проекта, цели проекта и его ограничения. Этапы проекта, ну и вообще управление работ на таком проекте. Для эффективного подхода к созданию устава на стороне заказчика должны быть однозначно определены цели и задачи проекта, а также определены требования к системе, к функционалу системы. Стороны заказчика будет немаловажно заблаговременно выполнить поиск необходимых как финансов, так и кадровых ресурсов. При формировании проектной команды важно отметить ее вовлеченность. Если говорить о цифрах, то только в рамках первого этапа потребуется практически стопроцентное подключение сотрудников в первые пять дней обследования. Помимо этого, на протяжении первого этапа также происходит согласование внутренних проектных документов, что также занимает немало времени. Например, на основании проведенной работы в транспортном подразделении компании консультант формирует требования и описание целевой модели, которые отображаются у нас в документе сексуальный дизайн, ну и также функции, которые будут использоваться в системе. Для согласования документа, который, кстати, насчитывает порядка 150 страниц, потребуется как минимум 3-5 дней на вычетку, только на вычетку, ну и, соответственно, выявление необходимости в несении корректировок. Есть документ технический дизайн. Он включает в себя рекомендованные технические требования к мощностям сервера, также требования к интеграции. Здесь важно отметить, что уже на первом этапе проекта привлекаются не только сотрудники смежных отделов, но и сотрудники IT-службы. При выполнении работ на проектах мы рекомендуем всегда вести минимальную активность по другим IT-проектам в компании, если сотрудники задействованы и на других проектах. Вообще, если на предприятии, если в компании нет сформированной целевой модели управления процессами, то одним из способов решения данной задачи может быть предпроектное обследование. К задачам предпроектного обследования можно отнести следующие задачи. Это, во-первых, исследование основных процессов на объекте автоматизации, где предполагается внедрение системы организационно-управленческого типа. Также выполняется оценка работ по обеспечению взаимодействия проектируемой системы с внешними системами, как внешними, так и внутренними корпоративными системами. При этом в процессе аудита выявляются такие процессы, как содержащие избыточное количество шагов, дублирующие процессы, но также процессы, требующие унификации. Процессы, выполняемые также по морально устаревшим схемам, как зачастую говорят заказчики, но так исторически сложилось. Также выполняется выявление технических особенностей в деятельности объекта, которые являются уникальными, и поэтому они обязательно должны поддерживаться в условиях автоматизированной системы управления транспортным подразделением, ну и выполняется оценка возможных рисков. Например, уже часто меняющиеся требования, а слишком большой объем реализуемой функциональности при заданных сроках проекта и его бюджете. Для управления такими рисками возможно предусмотреть подход по этапной автоматизации. Вообще, говоря о масштабировании, важно отметить, что этот процесс необходимо всерьез планировать. В первую очередь необходимо определить видение такого масштабирования, то есть как должно выглядеть в результате. Когда мы внедряем системы, важно обеспечить устойчивость построенной системы при росте деятельности предприятия, ну и, конечно, сохранить принципы управления. В небольших и средних компаниях руководство обычно считает, что сначала нужно подрасти, закупить транспорт, набрать больше сотрудников, а потом уже начинать ими управлять, ну и внедрять саму систему. Внедрение системы управления при таком подходе, оно вызывает дополнительные сложности и увеличивает затраты. Для больших компаний, которые уже выросли, но продолжают развиваться, более актуальной задачей является внедрение комплексных решений. Зачастую процесс развития крупной компании, он сопровождается разрозненной автоматизацией разных подсистем, ну так называемой там лоскутной автоматизации, которая, конечно, помогает удержаться на плаву, но накопление таких инструментов, оно на самом деле, в конечном счете может не стыковаться на самом верхнем уровне. Существует иллюзия, что можно построить некую идеальную систему и внедрить ее один раз. Но на самом деле задача максимума — это создание, ну вообще, перед которым можно будет поставить при задаче управления транспортным подразделением, она заключается в следующем, что, во-первых, можно внедрить систему, которая будет соответствовать развитию компании, а не текущему ее состоянию, чтобы смена сотрудников, работающих в этой системе, она не привела к критичным провалам в ее работе. Останутся регламенты, инструкции, бизнес-процессы, которые закладываются в основу построения системы. Поэтому при проектировании системы ставится задача получить от нее устойчивое функционирование сейчас и заложить некий задел роста, направленный на как раз таки потребности развития. Одним из примеров реализации масштабирования проекта может быть разделение автоматизации процессов управления перевозками и собственным парком. Также на практике встречались проекты, где отдельно был выделен этап реализации модуля отчетности и KPI. Такой подход также имеет место быть в связи с тем, что после полного внедрения заказчика уже формируется понимание всех возможностей системы, ясности в том, какие теперь данные возможно от нее получить, а не те данные, которые раньше возможно было получить из урезанных, скажем так, возможностей и Excel, и прочих систем, и того же самого зоопарка, систем, которые используются на предприятии. На втором этапе происходит настройка системы в соответствии с концептуальным дизайном и реализация согласованных доработок, типовой функциональности, но и также настройки интеграции с корпоративной системой. Разработка и тестирование проводятся для получения заказчика системы, которая учитывает специфику и предприятие, ну и готова к внедрению на данном предприятии. В ходе настройки автоматизированной системы мы выполняем работу как загрузку данных по нормативно-справочной информации, разработку самой функциональности в соответствии с концептуальным дизайном и настройка ролей. Соответственно, дополнительно подготавливаем рабочие инструкции для пользователей, ну и реализуем механизмы омены между ТМС-системой и, соответственно, корпоративной. По итогу проводятся приемы сдачных испытаний уже на объекте, в некоторых случаях возможно применение поэтапного проведения ПСИ уже по предварительному согласованию. Здесь немаловажной задачей заказчика является подготовка персонала к моменту третьего этапа. Это проведение работ по мотивации сотрудников транспортного подразделения на период подготовки и запуска системы в эксплуатацию. Важной задачей является подготовка самих водителей к началу работы через мобильное приложение. Помимо этого, также важно не забыть о перевозчиках. С ними также необходимо будет провести работу, так как в большинстве случаев на проектах используем внутренний тендерный портал ТМС. Ну и вообще от того, насколько подготовлены сотрудники к такому переходу, будет зависеть эффективность следующего этапа, как тестовая эксплуатация. Минимальное отторжение системы, которые бывают, да, там, с водителями особенно, ну и вообще подготовленных сотрудников позволят уже в рамках тестовой эксплуатации увидеть возможный эффект от внедрения. После того, как макет утвержден и все подготовительные работы проведены, в ходе третьего этапа выполняются такие работы, как обучение и аттестация включивых сотрудников управления транспортом, также проведение тестирования сотрудников после окончания обучения уже на основе знаний и проведение тестовой эксплуатации на основании текущих фактических данных. В некоторых случаях возможно применение поэтапного включения функционала системы и выделение объема данных по предварительному согласованию, конечно. Вообще результирующим документом будет являться утвержденный протокол сдачи приемочного тестирования, в котором говорится и о переводе автоматизированной системы в опытно-промышленную эксплуатацию, но и отражает вообще проведение всех испытаний, их этапа, которые были в рамках третьего этапа. Вообще подход к документированию и протоколированию всех выполненных работ является надежным гарантом для всех сторон. Исполнитель фиксирует свое видение, что позволяет всем ответственным сотрудникам ознакомиться с документами, ну а также для заказчика данные документы являются гарантией того, что они вправе ожидать от системы. Вообще, подводя итог третьего этапа, важно выделить следующие задачи заказчика. Это, во-первых, выделение сотрудников для обучения согласно выполняемым ролям с учетом их основной загруженности. Также внесение изменений в графика работы сотрудников на период запуска при необходимости. Возможен перенос отпусков ключевых сотрудников. Ну и также проведение структажа вообще по вопросам, касающихся изменений в задачах сотрудников. Ну и, возможно, перераспределение ролей. На четвертом этапе уже проводится запуск системы в эксплуатацию с поддержкой клиентов в реальном времени. В ходе данного этапа выполняются такие работы, как консультационная поддержка пользователей, также контроль работы системы в соответствии с разработанными принципами. Ну и, возможно, это устранение критических замечаний. Пошаговый же ход первоначального запуска описывается в рабочих отчетах, где фиксируются все этапы внедрения. Ну и, соответственно, время, которое тратят сотрудники на выполнение соответствующих работ. Здесь также немаловажно отметить со стороны заказчика это получение же обратной связи от сотрудников транспортного подразделения. Это координация работы смежных подразделений. Ну и, конечно, выделение ресурсов для оказания технической поддержки, ну и подготовка собственного центра экспертизы. Здесь это, как мы вначале говорили, одно из немаловажных ролей администратора. Вообще, если компания не имеет единый логистический центр, а многофилиальную сеть, то одним из способов внедрения может быть выбран путь, по которому производится выполнение пилотного уже проекта на основной площадке, а уже после выполнять тиражирование по всем остальным филиалам. Такой подход позволит, во-первых, унифицировать работу сотрудников разных филиалов, облегчить работу руководителей по управлению работой сотрудников и выполнению процесса в целом за счет прозрачности и понятности процесса за счет работы в единой информационной среде. Ну и, безусловно, также повысить эффективность взаимодействия смежных отделов. Ну и также важно не забыть, это одна из поставленных задач, это вообще снижение зависимости от персонала. Введение всей базы знаний будет сконцентрировано не на одном-двух сотрудников, а уже учитываться внутри системы. А сейчас мы приведем несколько примеров проектов из разных отраслей. Хочу обратить ваше внимание, что практически со схожими водными данными транспортного подразделения той или иной компании эффекты от внедрения каждой компании получают разные. Сейчас расскажем о результатах внедрения одной из лидирующих компаний в части контейнерных перевозок, которые осуществляются через Дальний Восток, с количеством заявок на перевозку в день около 300, а также компания имеет значительный автопарк, где одновременно используется более тысячи единиц шин, узлов, агрегатов, выработку которых необходимо контролировать и организовывать своевременную замену. Вообще говоря, о результатах проекта, здесь важно отметить такие экономические эффекты, как, во-первых, сокращение расходов на 5% за счет автоматического расчета фактической стоимости перевозки. При этом реестр за выполненные перевозки, он формируется внутренним сотрудником компании, а перевозчик выполняет корректировки и согласования с формированной реестра. Именно по нему формируют счет. Такой подход позволил, как снизить нагрузку на сотрудников, которые проверяют полученные счета, ну и также снизить риск человеческого фактора при проверке выставленных счетов. Автоматический расчет также применен при выборе перевозчика на рейсе. Система позволила не только рассчитывать стоимость от каждого перевозчика, но и принять решение вообще необходимости проведения сплотовых тендеров на основании также рассчитанной рыночной стоимости. Следующая компания – это известный производитель кондитерских изделий. Поставки осуществляются по всей территории Российской Федерации и за рубеж. Количество заявок на перевозку в день – около 1000, количество собственных и привлекаемых транспортных средств – до 200, доставка осуществляется в сети и вип-клиентам. Вообще, в рамках данного проекта ярким эффектом является повышение логистического сервиса за счет эффективности планирования. Планирование маршрута выполняется не только в кратчайшие сроки, но и с учетом установленных как внутренних ограничений предприятия, ну а также ограничений клиентов доставки. Также для клиентов предусмотрена прозрачность текущей доставки и ее сроков. Вообще, говоря об экономике, то, во-первых, система AxelotMS стала инструментом, позволяющей на стадии формирования маршрута оценить рентабельность перевозки и сделать обоснованный выбор в пользу своего или наемного транспорта, за счет чего транспортные затраты только в данном случае были снижены на 2%. Сейчас мы расскажем о крупнейшем агропромышленном комплексе. Так, секунду. Слайдом немножечко заминка. Крупнейший агропромышленный комплекс, который включает в себя 54 структурных подразделения, количество заявок на перевозку в день порядка 1000, количество собственных и наемных транспортных средств до 100, доставка осуществляется по Москве, Московской области и близлежащим регионам. В рамках данного кейса первое, что важно отметить, это сокращение суммарного пробега до 15%. Также количество задействованных транспортов снижено до 20% за счет автоматической маршрутизации. Помимо этого, конечно, предусматривает сокращение времени простоев уже на 35%. Это удалось достичь благодаря функции определения времени движения между торговыми точками, ну и вообще времени простоев в торговых точках для оптимизации маршрута. Ну и вообще сбора статистики о времени доставки. Также хотим привести пример одного из дистрибьюторов продуктов глубокой заморозки на территории Уральского округа. Данная компания обладает многофилиальной структурой с единым центром планирования. Количество заявок на переводку в день достигает 2,5 тысяч. Количество собственных и наемных транспортных средств порядка 100. Типы доставки, оптовые и розничные сети. Результатом внедрения системы Axelot MS является реализация многоуровневой системы распределения прямых и косвенных затрат по рейсу. Здесь экономия топлива уже до 15%, достигнута экономия топлива на 15% уже с каждого рейса за счет только контроля работы водителей при помощи трекеров на транспортном средстве, ну и вообще при грамотном подходе к выписке путевых листов. Данные результаты были достигнуты за счет автоматизации учета работы собственным парком, в котором были предусмотрены следующие функции. Это учет транспортных средств и документов, это ремонт и автоматизированный расчет плановых сроков ТО, ну и учет движения запчастей и топлива. Дополнительным эффектом от внедрения являются временные затраты сотрудников внутри подразделения. Здесь маршрутизация, она позволила учесть сложные маршруты доставки, с использованием данных уже от картографических сервисов, с использованием ограничений маршрутизации, ну и также с использованием складов перегруппировки и правил движения товаров, что позволило сократить время планирования аж на целых 3 часа, что составило порядка 40%. Вообще, завершая данные кейсы, хочу еще раз отметить, что не только достижение поставленных целей, но и получение вообще явных эффектов от внедрения зависит не только от компетенции исполнителя, но и вовлеченности проектной команды с стороны заказчика. Командная работа позволяет выполнять проекты максимально безболезненно для сотрудников внутри предприятия, но также эффективно для всего предприятия в целом. После запуска системы в промышленную эксплуатацию мы не оставляем заказчика наедине с системой, а передаем сопровождение для оказания необходимой поддержки в консультационных вопросах, развитии дополнительного функционала и возможного администрирования системы. В зависимости от графика работы и часового пояса заказчику может оказываться поддержка в любом удобном режиме, будь то с 9 до 6, либо круглосуточно. А в зависимости от уровня SLA мы подберем для каждого заказчика индивидуальный тариф. А сейчас немного расскажу о нашей новости. Ранее мы предлагали нашим заказчикам один вариант поставки программного обеспечения, который нужно было устанавливать на собственные серверные мощности. Но совсем недавно у нас появились программные продукты в облаке, что позволит вам существенно сэкономить на оснащении серверной инфраструктуры. Основная поставка, основная даже лицензия на один год Axelot TMS Cloud включает в себя саму основную поставку Axelot TMS. Две тестовых базы для развертывания тестового контура, пять лицензий на стационарные рабочие места, три лицензии для мобильных пользователей, для мобильного клиента и общий объем базы данных не более 200 гигабайт. Поэтому только сегодня и до 27 декабря для компаний, которые относятся к малому и среднему бизнесу, мы дарим скидку в размере 50% от стоимости облачных решений. Еще раз напоминаю, до 27 декабря ждем ваши заявки, реквизиты для приобретения программного продукта с такой хорошей скидкой.